Ну что ж, дорогие друзья, теперь мы решили рвануть вот под этой остановкой с виноградом. Мы сегодня знакомились с Мариной. Привет! Наш друг Артур. Артур. А, это Юля, это я. Вот, мы едем сейчас в Алушту для того, чтобы просто посмотреть, что к чему и решить некоторые вопросики. Вот и автобус наш. Видите, как, Алушта, Семь-Черопа, Руба. Вот, ловлю, 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 ловлю. Ну все, погнали. А прибыли мы, значит, сейчас в эту жару, в это пекло, дико. У нас там вообще прям жарились. Жарились вообще. Жарили полчаса, ехали в Алушту. Да, и мы приехали сейчас в Алушту. Час ехали по Серпантину. Сразу, друзья, говорю, если едете с Солнечногорского в Алушту, на маршрутке вам, скорее всего, не хватит места. Вы будете стоять. Заранее билетом. Да, надо заранее покупать билет и целый час ехать до Алушты. Вот, пришли на автовокзал. Пойдем, возьмем билетик в Ялту. Прекрасный домик. Весь абсолютно обвитый растительностью. Смотрите, дворик такой симпатичный. Хорошее местечко. Такая улица приятная. Готко называется. Вот, идущий к надрежной. Сейчас мы идем от автовокзала. Держим путь на набережную. Тут, как говорится, язык такие водовел в данном случае до Алушты. Вот, идем мы на набережную. Такая теплая, приятная погодка. Небольшой бриз такой морской обдувает. Вокруг замечательные ловьки всякие. Продают всевозможные аутентичные товары морские. Так приятно, знаете ли. Здорово. Артем, Артур с вами идет. Привет, брат. Тут сзади девочки пристроились. Тоже аккуратненько идут. Чего? Мы все с Горького оказались, да? На одном райончике живем. Да, между прочим, на Горьком мы не встречались ни разу. Да, да, да. А в Крыму мы встретились. Вот так вот это идем. Прикольно? Да. Желтые арбузы видели? Да. Прикольно. Мне нравится желтый арбуз. Почем у нас арбузы нынче? На полуенку вообще? Да, можно взять и будет. Прикольно. Что еще? О, черчелла. Я в Сочи помню такую. Черчелла, абрикос, фундук, клубника, виноград, черешня. Ну, а что, хорошее дело. Это что? А, это гранатоносок. Ну, что, хорошее дело. Что еще? Ну, тут традиционно все. Фруктики, кстати, по ценнику можно определиться. Абрикосы. Да, ну, что-то как-то похоже на наш ценник все это дело. Очень похоже, как у нас. В общем-то, тут самое интересное, это знаешь что? Это арбуз. Найди в вкусный сахар. Да, сейчас найдем. Мне вот арбузы больше всего понравились. Сейчас возьмем. Нажмем у тебя, значит, кукурузу. Берите по две штучки. Сколько берем? Четыре штуки? Побойте? Ну, да, все равно. Так, кукуруза у нас нынче по 30 рублей в початок. Да, по-моему, это есть. Так, дорого? Нет, конечно. Я сказал даже уже. Бери четыре штуки тогда. Берем четыре штуки. Совсем не съедомлено, все равно. Не залезай. Вот, ну и можете выбрать, что вам любят. Вот, который вам понравился, который я на вас сможет. Они с такими большими чайами варят. Все, флейка классная. Четыре? Четыре. Все, четыре, значит, кукурузы взяли. Такие симпатичные, шикарненькие. Вот. Надо взять арбуз. Надо взять арбуз. Смотрите, как он. Вот, вот это посчитаем, пожалуйста. Да. Арбуз у нас меньше. Желтый есть. И чем же желтый отличается от красного? То же самое. Сладкий. Так. Давай нам найдем сладкий арбуз. Один желтый, один красный. Правильно говори. Желтый и красный арбуз. Сейчас она подберет. Пусть не осуществится. Мы запахиваем вот это. Атон нашел у нас такую замечательную крымскую колу. Друзья, видели? Крым кола. Чтобы продать колукову, надо просто звать ее Крым кола. Я даже знаю, что это нравится. Да, устали отвечать на одни и те же глупые вопросы. Надо просто... Смотри, Юля. Приклеить какую-то табличку и все понятно написано, что это. Мы еще решили купить все Черчеву. Я добылся разбираться на травмах, а прикольно я делаю. Арбуз, Берей? Да. Пуд – это большую магазин. Ага, пуд – это магазин, да. Где мы в море? Наверное, каждый проходит в крошюле. Прямо вниз. Я в авокзал, там сейчас буду дойдем. Дикольно. Вот, решили мы, значит, на улице Горького Валушки зайти, прикупить что-нибудь интересное. Тут много всего хорошего. Купил уже замечательные сланцы. Юре купили шляпку. Тоже замечательно. Смотрите, как ей по цвету подходит прям вообще идеально. Такая морячка настоящая. Да, тут больше поля у нее тоже. Марина, тоже можешь взять себе такие штучки. Шляпки. Хорошее дело, чтобы не обгореть. Да? Ну вот. Ну как? Да. А как хочешь, можешь даже вон тупо менять. Можно тупо менять. Это удобно. Можно тупо менять вот это. Смешная. Чего, трансформер? Не бояйтесь, ну-ка. С меня сняли полторы тысячи рублей, не понять за что. МТС, большой привет вам, я вас очень сильно люблю. В кавычках. А потом на следующее утро я обнаружил буквально сегодня, что опять же полторы тысячи рублей с меня сняли снова. Окей. Я раздвигался очень сильно и сказал, что пойду-ка я к оператору Волна Мобайл, который вот они, ребятки, замечательные местные, крымские. Пришел я сюда, и мне парень, наш друг, посоветовал. Купи, говорит, вот эта штука. Фурорный тариф. Вот, звонки на любые номера, если не тут бесплатный, безлимитный, безлимитный интернет и так далее, безлимитные звонки. Поэтому, друзья, всем советую купить эту штуку, и не заморачивайтесь. Поставила себе сим-карту, по мессенджерам будет ваш тот же номер абсолютно, ничего не изменится. И вот на две недели у меня вообще прям безлимитно все. Поэтому спасибо огромное Волна Мобайл, спасибо огромное нашему другу. Ну, а мы поехали дальше. По лужке гулять. Юля! Мурочка, привет! Я знаю, знаю, что ты любишь. Морки с посолькой с овощами. Вот, мы здесь в бакаранчике. И я сюда на бебочке. Вот это да, вот это я понимаю. Покушаем сейчас нормально, да? И недорого, и вкусно. Да, это мы любим. Дальний пляж Алушты. Алуштинские пляжи. Ну да, тут, конечно, у нас народу нынче нехило. Очень много выбора места. Вот мы выбор и местечко. Позырное даже, можно сказать, частично в Кенте. Везем вкусную папоротку. И вон сколько у нас арбузиков еще. Да, у нас очень много сегодня. Поют? Клубам очень много народу. Давай. Значит, тепло, солнечно. Огромное количество народу. Честно говоря, огромное просто. Все пляжи города Алушты сюда заняты людьми. Там бесконечность просто. Просто бесконечность людей. Юля там где-то там сзади. О, она затерялась. Сплошные спины, сплошные люди, приезжие, я так думаю, их очень много. Прям негде яблоко упасть. Огромное количество людей. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы находимся в знаменитом городе, курорте Алушта. Собственно говоря, вот на почве вот эта замечательная родоза. Мы находимся сейчас на набережной. Вот целый день провели на центральном пляже. Мы купались, загорали, прокатились на трех главах Смеи Горыныча. Это такой банан. В открытое море. Там нас искупали, накупали, скакали по волнам. И сейчас вот уже солнышко садится, мы пошли гулять. Дядюшка играет на прекрасном аккордеоне. Абсолютно великолепно играет. Красивые мелодии. Мелодии нашего детства. О, красавчик. Молодец, так держать. Вот, да, понимаю, подход. Да. Просто красавчик, просто красавчик. Конечно, конечно. Вот мы знакомились, между прочим, с замечательными ребятами из Хабаровска. Привет! Молодого, с пощелка Болького, как вы. Да, наши люди, да, да. С нами, конечно же, Артурчик сегодня. Артурчик Пирожков, Серега Творожков. И девчонки знатные, красивые, замечательные. Прогуливаемся мы по центральной набережной города Алушты. Такая хорошая, добротненькая набережная. Все открыто, никаких, прости господи, корово-вирусов нет. Ну и все в этом роде. Люди довольны, счастливы. Дальневосточников, наверное, такое же огромное количество, как и всех остальных. Потому что у нас несколько вариантов всего лишь поездок. И на нынче это Краснодарский край. И вот Крым. Будет весело, будет классно. А самое главное, будет безопасно. Еще народ купается до сих пор. А кто мне не верит, тот не был у нас. Ребята, приходите и катайтесь вместе с нами. А тот не был у нас, говорит. Понимаешь, понимаешь? Ну что, вот интересно. Сигвей. Красота. Так, держать. Почем нынче вот эта красота? Прикольно. Вот, друзья, 350 Р. Вы можете того. Народ сидит в кустах. Под какой-то интересной сосной. Вот эти шишки, шишки. Здравые шишки. Ага, мне нрав. Мне нрав. Правильно. Нормальные шишки, пацанские. Что у тебя там написано на голове? Крым. Крымская таврида. О, слушай, мне нравится. Ребятки, в самом центре города растут вот такие штукенши. Тебе нравится? Не колючая елка. Не колючая елка. Так, что у нас тут? Смотрите. С нашим осетром. Какой-то пацан. Эй, мужик. Ты что нашего дальневосточного осетра-то схватил? М? М? Не, ну это нормально, что? Сейчас уже будет открываться всевозможные кафешки, заведения. Вон там уже пивной калинкор. Пирамидальные тополя и кипарисы. Мне нравится, мне нравится. Что, давай аккуратнее там. О, друзья, давайте посмотрим, что у нас. На недельку, кстати, мы забронировали экскурсию уже всяких раз. Тут у нас что есть? Надземный мир Крымских гор. О, мне нравится. Чего, чего, чего? Шляпа упала. Прикольно. У Юли упала шляпа. Мне нравится. Вот, друзья, как сейчас правильно залезать в фонтан. В прямом эфире буквально для вас. Да, да, да. В таком случае снимай. Снимай, как я буду тебе доставать шляпу. Прямо в прямом эфире моя шляпа. Прямо вот здесь. Надо же, подул ветер. И чем теперь ее доставать? Очень неправильно. Может, нырять будешь? Я буду сейчас нырять. Подскажите, дорогие друзья, что делать в такой ситуации? Что нам делать? Такой фонтанчик. Что он держит такое? Да, конечно. Она хоть, видишь, на месте встала. А вон там? Ой, смотри, черепашка плывет. Черепаха, видите? Черепаха. Давай сюда ее толкаем. Черепаха. Надя, спасибо. Снимай штаны и бегать. Может, она подтолкнет? Их много? Смотри, смотри, сложные черепахи. Тут их много, да? Где, где, где? Я боюсь телефона. О, я не знаю, видно ли вам? Дикориска. Такая была. Офигеть. У вас была такая черепаха? Офигенная вообще. Ну, Юля, что делать будем? Давай, варианты, варианты. Что так близко у тебя к прямой эфир, кстати говоря? А, я просто приближала. Я прям не ожидала, что там черепахи были. Да. Она такая подпыла. Смотри, вон она, вон она, видно, да, да. Пацаны, давай, дам, короче, 100 рублей, кто за шляпой сныряет. Нет, говорит, не хочу. А что делать? Да, что пошутил, 500 рублей дам. Это я тоже пошутил. Шляпа стоит дешевле. Можно уже новую шляпу. Да, новая шляпа, да, да. Ну, ничего, с фото есть один раз. Давай аттракцион устроим. Кто достанет шляпу, тот получит. Мне кажется, она со временем должна причалить куда-то. Тут все зависит от ветра. Что зависит от ветра? Мне кажется, если бы черепашке помогли, бы потолкнули, бы. Ты же сошел. Да, аттракцион достань шляпку, очень прикольный аттракцион. Давай, я найду вам ветку какую-нибудь. Ветку? Давай. Пока ты стоял, то есть. Давай. Вон у девочки сачок. О, сачок. Девочка, иди сюда. Иди, моя дорогая, сюда. Иди сюда. Иди сюда. Девочка, девочка, можно твой сачок использовать? Шляпу достать. У нас шляпа... Пойдем, спасибо, спасибо. Давай, давай, я за тобой иду. Серег, давай, ты сделаешь это. Я верю в тебя. Давай, девочка, ну, сможешь ли ты сама это сделать? Нет, кишка там. Давай еще раз. Ага. Ну, давай, давай, девочка. Давай. Тут надо длинные руки. Давай, я лучше сам сделаю. А ты поснимай это все в эфире. И там, друзья, отдельно можно. Надо было сразу. Наоборот. Наоборот. Конечно. Опа. Каждый день шляпу достать. Давай, давай. Это моя любимая шляпа. Мы же не можем просто так. У нас, как всегда, приключения должны быть. По доставанию шляпы из фонтана. Спасибо, спасибо. Все. Спасибо вам большое. Вы так вовремя оказались. Всего самого лучшего. Будьте здоровы. И все, все, все. Прикольный аттракцион? Вам понравилось? Надо экскурсии продавать на это дело. Достали шляпу. Достали шляпу. Ну что ж, друзья. Таким образом мы достали нашу шляпу. Избавились, так сказать, от... Какой был шанс того, что здесь окажется девочка с очком? Каков шанс был? Каков, действительно? Один на миллион. Один на миллион. Ну, как говорится, все, что делается, все кучу. Теперь эта шляпа пропитана духом малышки. И вот этих черепашек. Да, 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 да. Ну что ж, друзья, спасибо вам огромное за внимание. Желаю вам огромного счастья, любви, радости. Кто-то спрашивал, где мы находимся. Мы находимся в городе Алушта. Да, на самом центральном фонтане. Таким образом нам запомнился этот город своим позитивным отношением людей. Прекрасным желтым сачком и полосатой шляпой. Друзья, я желаю вам счастья, удачи во всем. Берегите себя и свои близки. До свидания. Ну вот, тут вы можете привезти вина. Всякие разные ламасадовские вина. Килкорн, друзья. Что хотите? Вот. Здесь дорогие и здесь дешевые. Пожалуйста. Это куда мы пришли? Что это такое? Ну, это типа вот на алтаре. Сходили, побывали, сидели, пустяшки. Ааа. Нет, это шлифт, сахар, для ковырения. Да, смотри. С эркалиптом. Я думаю, что я вина. Я думаю, что я вина. Чайка устремляет. Прикольно. Все, что связано. С лавандой, с мелисой. Потому что упаковано, прикольно. И, короче, со всеми достопримечательностями мы сделали. Короче, то же самое, короче, туристический вариант. Сейчас поедем в Солнечногорское. Для этого нам нужно что? Что? Заказать такси. Правильно? Такси. Узнать, какая цена на такси. Вот тут 7 мест. 7 мест такси. Пожалуйста. Таким образом, от Алушты до Солнечногорского стоит 1200 рублей. Да. Садимся. 7 мест. Ага, ага. Спасибо. Все четко. Кладем все это дело. Да, давай. Да. Ну, здорово. Тыщи руки. Давай. Все. До свидания, дорогая Алушта. Я не знаю, когда мы еще будем. Но вот этот твой приятный, теплый, свежий ветерок. От него идет просто кайша, что сейчас. Погнали. Погнали. Все, поехали мы на такси. Салушты в Солнечногорске. Очень много туристов приехало. Жилье сдают люди. Много сдают. Туристов много в этом году, да? Вообще, как никогда, наверное. Не знаю, как никогда, но я всегда был. Всегда, да? Самый такой сезон. Ага. А этот год, может быть, еще подогнал людей еще больше. Некуда ехать. Да, ну да, 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 да. Вот все решили рвануть в Крым. Вы тут все живете, да, наверное? В Крыму. Не все здесь, да? Жить за 2 года здесь. 32 года. 32 года. Ну да, нехило так. Чем город таким знаменит, чем отличается? Чем интересного такого для вас лично. Привыкли? Ну что, особенного. Детей вывозили. Ага. Жилье построено, детей вывозили. Внуков власти. Здорово, молодцы. Почувствовали, когда какие-то изменения после 2014 года, когда Россия стала Крым принадлежать? Как лучше? Стало лучше жить? Или при Украине еще лучше жилось? Или при Союзе? Одним словом сказать. Да. Догадываюсь это слово. Тихо, спокойно, конечно, стало. Татары, вот так, страшнее. Татары, да? Да, да. Ничего, если что они тут творили-то? Да, то есть ничего не творили, но их крошовали, их охуенно. А-а-а. Сейчас попрятались все татары. Прикинь, все в разных законах, и то не заставишь работать. А-а-а. Виноград, да. Виноград, да, дьем. Укратег, вон виноград. Ночью уборка идет, полный ходит. Оторвався на виноградник. 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 Виноград тут растет вообще где? И как? Возле Алушта растет виноград? Или там где-то и в степях? В черте города, да? О, интересно. Как-то Горбачев виноградники вырубал, собака. Было дело. Сухой закон пытался внедрить. Вообще кошмар. Как так можно было? Не знаю, не знаю. О, вон Судак у нас, пожалуйста. Сейчас так ехать. Завтра рванем в Судак. В Судак? В Судак. Генеевская крепость, говорят. Что-то такое интересное. Посмотрите. Вот кому что нравится. Что вам там нравится? На подгонах есть. Пещеры есть. А, пещеры? Угу. Что-то пещерное, где надо. О, интересно. Я сходил в пещерные города, посмотрел. Я оттуда. Ага. На Махчисарай ехал. Махчисарай? О, хочется съездить. В пещеру, чтобы посмотреть. Ого. Ну, Судаке крепость. Малоречка. Дальше Солнечная доска, Малореченская ездит. Малореченская? Да. Церковь стоит. Ага. Памятки готовы для кораблям и морякам. О, интересно. О, интересно. Вы были там уже, да? Посмотрели все вокруг. Да, в стойное время. На бульденке я работал туда и дороги делали. А, вы дороги делали туда? Че себе. А, че себе. Горбачевские. Горбачевские. Ого. Горбачевские компании. А, да? Че себе. Ой, блин. Ну да, вы все видели уже. Все пережили. Что за гора вон там у нас виднее? Имеется интересное. Сейчас уже не вижу что-то. Какая-то высокая. Вы дороги строили, да? Не. В бульдозере. А, в бульдозере? А, в бульдозере? В интерьере бывали. Сельхозтехника. Ага. Вот, а вы уж то выехали. Часто по этому серпантину приходится ездить вам. Ну, я жил там дальше. Ага. Я езжаю сюда как. Угу. А вот виноградники. Ооо. Ооо. Паяк. Кровей паяк. Да, 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 да. Вижу. Виноградники кругом. Не, ровное. Более-менее ровное местечко было. Посасаживали виноградом. Ну да, ему нравятся такие каменистые, да? Всякие места. А что за деревья такие длинные, вытянутые? Вот эти вот. Кипарис. Кипарис? Да. Угу. Кипарис. Прикольно. Интересные такие деревья. А у нас на территории покупали другие. Че там жуешь? Попалась. Вот это. Поправилось тебе сегодня? Нет. А? Да, у тебя? Да, очень. У тебя? Вообще в восторге. Ну, впереди у нас, что считается, две недели. Шикарный. Шикарный. Да. Видать, закатное вот это время. Прекрасно. Да. Да, ничего себе тут, конечно, серпантин вообще. А где-то же Кавказскую пленницу, да, снимали? Где-то же здесь? Да, вот такие региональные. Можете нас остановить негодого? Мы хотя бы там сфотимся вместе. Ну, или хотя бы, да, там, довезти, или там. Вы же наверняка знаете это место. Мы бы были очень довольны. Ну, я сам-то снимался с ними. Вы снимались с Кавказской пленницей? Серьезно? Да, главная роль. Да вы что? А я вас, Юрий Никулин, не узнал, не узнал. А знаете, в чем заключалась моя главная роль? В чем? Велесей Бадаре. Нигде нафиг, не мешай. А, даже так? Ничего себе. Обалдеть. То есть вы все это дело снимались? Да, в съемках. Ну, вы помогали в съемках. Обалдеть. Это же очень-очень круто. Ребята, человек, который помогал в съемках в Кавказском пленнице. Я в съемках поселок Лаванда. Лаванда. А потом это поселка проводит дорогу на лучи, что я. Так. В лучистом, да? В шокроводе, это автобус, скорая помощь. О, интересно, да? А вот за этой горкой, долина привидений, вон скалы. Да. Причем было уже, там отбалившиеся скалы. Ага. Ага. А там и снимался. В долине привидений, да? Да. А где? Да, много, да, много, Валушки. Я вот живу на Карномасе. Ага. Ну, прям за углом города куда загоняли баранов. Да вы что? Это, оказывается, в том самом месте вы и живете. Да, вот так, когда я говорила. Обалдеть, ничего себе. Так вы живая легенда вообще тех времен. У нас много таких. Ну, не знаю, редко-редко видел. Местница, по которой Наталья вовле втягала. Во всех везет. А, да? Ну, да, есть такое. Есть. А есть то место, где вот они троем. Балбес, бывалый там, ну, короче, троем стояли вот так, помните, перегородив дорогу. Лучистое. Лучистое? Да, а вы можете нас остановить в этом месте, просто чтобы, ну, мы так заснялись? Фотка. Было бы так здорово вообще. Куда поедем? А, она там, да, эта дорога? А, понял. Ангел-хранитель, я с ними снимался. Ангел-хранитель здесь вот по этой дороге. Тоже там снимали, немного съемок. О, да-да-да. Киевский киностудин снимался. А, интересно. Один эпизод снимали. Красиво, красиво. Ангел-хранитель. Здесь, живо в этой долине. Вот там много участников людей, таких как я. Ага. Они студентов не велетят. Девчонки. Не велетят при жизни. Ничего, ничего. Ничего себе. Классно. Вот это да. Вот это вот лучистое. Здесь немалая с кавказской пленницей. Здесь, вон там за горой. а это мы видим виноградники да виноградники красивейший обалдеть очень круто посмотрите по симпантин